Приветствую всех зрителей! Сегодня мы посмотрим на альтернативную историю, где революция в России произошла позже. И как вы видите, в России сейчас очень много новых стран, которые продолжают бороться друг с другом, желая взять власть в свои руки. У нас здесь есть еще Российская империя с Николаем II, Временное правительство России с Керенским, здесь у нас Революционная Народная Республика с Рыковым, кроме того, Черная Армия Дальнего Востока, анархисты, здесь Бурятское царство, здесь Временное правительство Россия, такие два островка имеет. Есть Идель, Урал, Алтай, Астрахань, Донская Республика, Кубанская Народная Республика, здесь свободная территория Украины и сама Украина, ну и здесь еще Белорусская Народная Республика. Кроме того, идет противостояние Австрийской империи и Королевств Венгрии, и у нас тут с вами есть живая Османская империя, сильная достаточно Германская империя, а на дворе есть все что? Январь 30-го года. Из интересных стран, как видите, здесь представлены как раз Германия, Соединенные Королевства, Франция, Османа, Революционная Россия, Российская империя, Италия и временное как раз правительство Керенского. То есть все эти страны проработаны и представляют себя достаточно интересные игровые страны. Давайте загрузимся и посмотрим изнутри. Сразу же при старте с Криптовой объявляются войны Российской империи против Революционной Народной. Да, против Революционной Народной Республики, я так понимаю, да, воюет и Временная правительство и Российская империя. Ух ты, эту трыку, видимо, будет всех сложнее Притом у него тут ноябрьский марш, революционная армия Одни дебафы, но при этом есть свое древо неплохое У временного правительства России тоже свое древо, хорошее Притом, единая Россия может быть Ну и беспокойные левые, Россия разделена Нехватка офицеров и августовская революция У российской же империи, Россия тоже разделена Нелояльная армия, неугомонная охранка И императорское имя потускнело Кроме того, здесь тоже есть свое древо И воу-воу-воу, а тут, кстати, древо побольше, я вам скажу Первым пришел, первым обслужен Военные штурмуют дворец и на следующее утро То есть, как я вижу, у Российской империи самое такое большое древо У революционной, конечно, тоже есть, но оно не таким уж громоздким выглядит Хотя там есть фокус мировой революции, что тоже достаточно неплохо смотрится У османов есть свое древо, притом оно здесь немаленькое И подразумевает войны как в начале, так и потом Когда мы из кризиса выйдем Ну и Германская империя, очень сильная, мощная страна Смотрите на ее древо фокусов, офигеть То есть здесь реально Германия представляет себе интересную страну Сильную, да, безусловно, имеющую со старта Между прочим, часть марионеток и в основном это, я как понимаю, колониальные владения в Африке У Британии у нас с вами со старта есть свое древо Оно не такое большое, но тоже имеет имперскую конференцию и расширение Вплоть до того, что можно вести мир, либо же вообще обновленный империализм сделать Ну и французы тоже своим древом обладают Битва за Париж, либо же разумная республика То есть, как я понимаю, мы тоже можем здесь уйти в коммунизм Вполне себе, да Либо же обратиться к лигам, восстановить монархию Либо же обожествить Наполеона Чем-то, да, пути напоминают и которые есть в оригинале Но они сделаны в ином мире и по-своему Кроме того, из интересного у нас здесь Япония Которая не смогла еще в Корее Она имеет свое древо фокусов Прекрасно, здесь Япония уже будет играться иначе Есть свое древо фокусов у Кореи Не поверите, но черный флаг в Корее Вот это круто Здесь у нас, мне интересно, черную армию Блин, к сожалению, без своего древа Было бы все-таки неплохо за нее сыграть Есть древо у Финтяньской Клики Кроме того, есть Да, но это стандартное древо для всех, как я понимаю, китайцев Да То есть, для всего Китая есть свое древо И можно вполне себе за какую-нибудь Отголосы китайской империи Сесть и попытаться все вернуть И захватить под себя Стандартные фокусы, вроде там, британских Они отсюда вырезаны и просто заменены Вот таким вот стандартным древом Так что за каких-нибудь там миноров Особо играть смысла не будет Здесь надо именно брать те страны, которые тебе предлагают Они интересны Кроме того, посмотрите Здесь в Италии социальный консерватизм Очень много, при том, национализма и марксизма И здесь есть древо Ей-яй-яй-яй-яй, а-ла-ла У нас тут одни лидерства Можно прописать И прокачать через синих рубашек Италию Можно умеренную победу сделать Или же в дуча пойти В красную зарю А под конец и красную Италию сделать Ну и конечно же Ветки на застройку На развитие армии На расширение На наше место в мире То есть Италия здесь тоже представляет Из себя достаточно интересную страну Что у нас по Австрии? Ну давайте посмотрим, здесь у нас реформа армии, австрийская армия, возрождение промышленного сектора и небольшое дерево на переговоры, ага, пустое древо, к сожалению, которое ничего не дает, в это же время у Венгрии тоже древо не такое уж огромное, хотя чуть-чуть побольше, и последний крестовый поход даже есть против османов, неплохо, а мне интересно, а война начнется чисто вот Венгрия и Австрия, давайте на это посмотрим, обсерв? Фин, ага, посмотри, в Финляндии тоже восстание белых и красных, и есть древо только у белых, к сожалению, и судьба Финляндии может прокачаться, то есть пока это древо не готово, мне по поводу расклада интересны сил, 2682, ух, а это сложность, серьезно, за революционную народную республику здесь реально будет часушка победить, дом Романовых стоит, то есть прикиньте, у вас здесь вот армия выходит, ну сколько дивизий, 53 всего, потом хопа, у твоего противника одного 60, и у другого противника этих дивизий 60, то есть они в два раза тебя опережают, и тебе надо держать оборону на достаточно широком фронте, это безусловно тяжело, и вопрос знаете в чем, а будут ли воевать между собой как раз временные правительства и Российской империи? Если да, тогда шансы есть, иначе же за революционную народную республику тоже шанс, конечно, есть, но придется очень сильно постараться, уйти чисто в оборону, копить дивизии, и потом уже от обороны раерсти, и стараться выжить. Ну, в общем-то, достаточно интересно выглядит мод, я жду ваших комментариев, какую страну вам будет интереснее увидеть в первую очередь, и, конечно же, понимаю, что, скорее всего, вы ведь либо революционную народную республику, либо еще другую страну в Российской империи, но также посмотреть все-таки и на Османа, и на Германию, и на Италию, и на Францию, здесь путей много у этих стран, и было бы, на самом деле, неплохо посмотреть вообще, к чему это все придет. Ну, а я давайте запущу время, чтобы посмотреть хотя бы, как будет развиваться мир, будут ли здесь еще какие-то события происходить, либо же уже все, что есть, мы увидели. И, кстати, здесь есть фокусы, между прочим, у Польши свои, будущее Польши, она будет тоже раскачиваться и становиться сильной державой, это интересно. У Украины своих фокусов нет, но у Украины начинается противостояние, зато фокусы есть, между прочим, у свободных территорий, то есть у них есть свое древо, оно не очень-то тоже большое, но вполне себе, притом они могут потом уйти в Крым, захватить его под себя и тем самым неплохо-то жить. Ну, смотрите, да, на России реально распад, здесь анархистов немало, я так понимаю, черная армия должна потом по фокусу напасть, все-таки рано или поздно на Российскую империю, либо же на временное правительство России и тем самым Керенского отсюда выдавить. Сомневаюсь, что они будут рядышком так жить и радоваться этому. Кстати, фокусы есть у Идаль Урала, я не ожидал, но посмотрите-ка, да, тоже свое древо. Три пути, можно даже посмотреть в прошлое, создать Казань, вернуться к Великой Орде и схватить Медведя, ничего себе, то есть всю Россию подмять под себя. Да, интересно, это же решение, знаете ли, за такую небольшую страну, да, реально, попытаться и выжить. Ну, как я смотрю, кстати, Революционная Народная Республика по-первыху держится, пока что, но скорее всего будет выдавливать. Хотя, хотя, вот я как вижу, они так-то пытаются, пытаются. Но самое удобное им, на самом деле, бы забрать Волгоград и вот здесь вот сделать котел со старта. Вполне себе, кстати, можно было бы дивизию пропустить и тут небольшой котелок сделать и ослабить противника. Ну, а так, на самом деле, тут куда-то отступать надо. Ближе к Брянску, к Орлу, наверное, скорее всего придется по реке вот здесь вставать, пытаться как раз фронт удержать. Тогда враг будет терять очень много дивизий, а ты можешь их вполне себе накопить. Но здесь проблема в промышленности. Из ни меня 13 фабрик против 30 и 38, это, конечно, жестоко. Ну, а Россия у нас что делает? Она нас очищает, кстати, высшее командование, да. Ликвидирует кабинет, очищает временное командование. То есть всех неверных, тех, кто не верят, они просто убирают. Я понял. Чистки полнейшие, чтобы все уверовали. А во временном правительстве в этот момент что идет? Промышленность прокачивается. Хорошо. Революционные народные республики придется реально стараться и выживать, но они уже в котлах. Ух. Да, посмотрите, как им плохо. Кроме того, здесь еще и Беларусь воюет. Но тут единственный шанс, наверное, Беларусь в эту войну просто не призывает со старта. Тогда фронт будет поменьше и можно от этого отыгрывать. Иначе, посмотрите, просто разрывает. Реально, просто разрывает. Они цепили нас за чем-то и следуют. Ух, жесть. По исследованиям, кстати. Сейчас мы перейдем к войне, как раз, которая произошла. По исследованиям все стандартно. Нам просто года, если что, сдвинули. И у нас, да, 50 в производстве. Офигеть, просто. Дирижабли производить. Нафига, ну надо. Танки у нас тоже есть. И они открываются чуть раньше, чем по истории. Просто сдвинули года. То есть, ничего в технологиях здесь не поменяли категорично. Хотя, видеть оружие в 33-м, ну, ладно. Допустим. Ну и вот оно. В 30-м году начинается очередная война Венгрии и Австрии. Я так понимаю, у них как раз самое-самое веселое сейчас начинается. Противостояние двух великих империй. Венгрия имеет фасала Хорватию. Австрия же имеет Богемию и Галицию Ладомерию. То есть, в целом, они вместе себя могут неплохо почувствовать. И посмотрите. Фокусы у Галиции и Ладомерии. Фокусы у Богемии. То есть, у нас вот такой вот блок стран здесь со своими фокусами. Это приятно. За них реально можно неплохо сыграть и поразвлекаться. Ну, а Революционная Народная Республика проигрывает. Притом очень сильно. Я, кстати, не знаю, стимал ли кто этот мод этот или нет. Я просто наткнулся на него в стиме. И притом не на сам мод, а на перевод. Мне стим порекомендовал. Я такой, опа, а что за мод? А в итоге оказался неплохой модецкий, своим миром. Но единственная проблема, что его не обновляли вроде как с 6 января что ли. Или откуда-то так. То есть, уже прошло 3 месяца. Но я надеюсь, что обновки все-таки в пути. И нам в скором времени можно будет увидеть еще что-то. Продолжение, новые фокусы. И серьезно, Вальгалу. Неплохо, неплохо. У нас тут есть, между прочим, свое, да. Общее древо, конечно. Но у всех африканских марионеток Германии. Нормально. Богемия и Венгрия мир подписали. Ага. Смотри, как интересно. Богемия просто киданула. Вот это я понял. А Венгрия, кстати, разрывает австрийцев. То есть, Венгрия... А, вот. Нет, смотри-ка. В марте 30-го начинается война, между прочим, Керенского с Россией. То есть, здесь реально не так уж и долго надо будет придержаться. И после этого станет намного проще. Сейчас они начинают как раз друг с другом воевать. Притом меня радует, что у тех, что у тех границы-то пустые. Ай, да. Но самая проблема то, что Керенский будет с Дальнего Востока давить. А так его на самом деле не очень сложно выдавить. Нижний Казань забрать. До Волгограда дойти. И в целом-то будет уже неплохо. То есть, у революционного фронта здесь есть. Но в революционной республике шанс выжить. Но придется вот вначале тяжело так постоять. А потом уже смотреть, к чему проведет борьба друг друга. То есть, выживать чисто от войны двух великих отголосков империи. От этого будет все зависеть. Ну и как я вижу... А как ты знаешь, Венгрия вроде поначалу шла хорошо. Но сейчас теряется. Теряется реально. Ее голицы ладомерия давят. Притом, в Вену они не взяли. Их сейчас тут могут еще котел закрыть. Если тут парочку территорий. Неплохо. То есть, у Венгрии не все так хорошо. Давайте, кстати, глянем, что и как у нее. А да, у нее дивизия-то... Ух, я-то думал, здесь все прекрасно. А дивизии-то вообще нет даже фронта крыть. Хотя у Австрии то же самое дело. Но она в целом-то котлы прикрыла. Все нормально. Кроме того, венгерские дивизии я в котлы взяла. Хотя тоже теряю дивизию. То есть, здесь просто у Ишки не хватает дивизии. И за это он себя так странно ведет и воюет. То есть, игроку обыграть его здесь будет несложно. И вполне себе можно победить. Кстати, мне интересно... А, у Раменя нет своих фокусов. Ну ладно. Зато у Осман все хорошо. Они пока никуда не идут в войну. Но у них нефтяная кампания и внешний дух. Опять Османы с долгами. Ничего не меняется. Что за мод? Не возьмешь везде у Османов долги поначалу. Серьезно? Они взяли Будапешт и статус-кво? Ну не, 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 не. Какой статус-кво? А, все нормально. Обманывают. Нет, венгеры теперь скортия. Она вассал Австрии. Все нормально. Они справились. Империя наносит ответный удар. Неудачные переговоры. Нормально. Я понял вас. Сейчас они смогли победить. Даже Ишка, смотри, как быстро расправился. И теперь Австрия жива и сильна. Единственный вопрос, какой путь здесь игры за Австрию. Потому что Австрия здесь, ну, ничего не имеет. У нее даже древа нет полного. В то время как у венгеры все-таки это древо было. Хотя тоже на самом деле небольшое. То есть восстановить Австрию. Сделать ее марионеткой. Покорить территорию. И потом просто на Сван пойти. То есть их древо пока разработки. Мне кажется. То есть их еще недостаточно для веселой такой игры. Ой, началось, началось. Зачем вы венгрию-то унижаете? Галиция водомерия территория получила. Потом Трансильвания, Венгрия такая. И просто доужималась вообще до невероятных значений. Понимаю. Австрия вернулась под контроль. Все. Молодец. Справилась. Последствия войны теперь переживает. Ну а по карте Альянсов у нас есть Берлинский пакт. И есть Альянс наций. Все. Больше со старта ничего такого нет. Штаты, кстати, да, живы-здоровы. Но у них нет своего древа фокусов, кстати. Есть. Там русские беженцы и все остальное. Но вот своего древа, к сожалению, нет. Поэтому за них интересной партии здесь не выйдет. Ну а так, как я вижу, Революционный фронт стал чувствовать лучше. Война все-таки ему пошла на пользу. Вот смотри, в контратаку под Новгород идет. То есть если сесть игроку, то здесь реально выжить будет проще. А так, здесь на ту же самую отобеденную территорию тоже интересно вполне себе. А так как кавалерия плюс 15, победить Украину, но они проигрывают. Они реально проигрывают и не могут справиться. Османы в это время, давайте глянем, армейских инженеров исследуют. Хотя на самом деле я бы на их месте как можно можно быстрее пошел в поддержку, в возвращение территории, чтобы еще больше промышленности было. И тем самым можно было расплатиться с долгами побыстрее. Потому что, ну реформа армии это неплохо. Но тратить на нее столько времени. А зачем оно надо? Хотя вот на самом деле скорость основной дивизии, атака дивизии это хорошо. Одобрение офицера все же нужно. Ну и да, здесь очень много партий, как видите. Мод сделан по красоте. То есть вы можете реально много разных личностей привести и порадоваться. Сыграв за ту же самую, например, анархическую Османскую империю, если вдруг вы так захотите. Германия, кстати, почти со старта, уже в июне 30-го года, смотри, идет в Северную Экспансию. То есть они уже будут влиять на Эстонию, на Латвию, в Миссию в Хельсинки, Белую Финляндию поддерживать, в Экспансию потом идти. То есть у нас Германия здесь прям очень-очень-очень быстро идет их в захваты. Играя за ту же самую Россию, придется сначала собраться, а потом еще против Германии что-то противопоставить. И при том они, кстати, поддерживают Николая. Вот так вот, ага. То есть Германия за Николаешку здесь бодается и пытается ему чем-то помочь. Еще, кстати, сейчас бы черная армия Дальнего Востока вдарит по всей этой красоте, хоть и не очень много дивизий, но они реально Дальний Восток могут отяпать. И скорее всего такой фокус будет, и просто он произойдет, и все случится. В общем, вот такой вот модик у нас здесь намечается со старта. Вот прошло полгода, уже очень много мировых событий, противостояний. Мир живой и развивается, да и древо хорошее. Поэтому я думаю, этот мод взять на прохождение, возможно, даже не на одно. Ну, а может еще и на стримы его подписать, поиграть там с вами, пообщаться. Думаю, будет интересно. Поэтому пишите, какие страны вы бы хотели увидеть, за кого сыграть стоит в первую очередь. И кого прям так ждете, ждете, ждете. Все же здесь все много интересных стран и путей. И думаю, прохождение выйдет достаточно интересным. Ну, на этом всем спасибо за просмотр. Предлагайте свои интересные моды, я обязательно их заценю. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok